Владимир Федорович, тема СМИ выбрана главной в этом заседании клуба. Почему именно СМИ? И сейчас обратились к теме средств массовой информации, формирования общественного мнения, потому что существенно важно и для обороны и безопасности, и для экономики инвестиций, каким образом положительным или отрицательным будет представлена Россия и Армения в российских и армянских СМИ. У нас, конечно, есть свои впечатления у каждого здесь присутствующего, хорошо это происходит или плохо, договариваем мы до конца, откровенно мы ведем диалог или мы что-то умалчиваем. На этот счет, как вы слышали, есть разные мнения у разных людей, но в целом ради чего создан наш клуб? Ради того, чтобы формировать как можно больше позитивный контент российско-армянских отношений, способствовать им. Это значит, что мы обязаны просто обратиться к тому, какое отражение это на самом деле приобретает средства массовой информации. Отношения России и Армении сейчас на каком уровне, скажите, по вашему мнению? Ну, я, в общем, выразил свою точку зрения, она может кому-то не нравиться, но есть факт. Россия и Армения связаны договором о коллективной безопасности и членством в Евразийском Союзе. Из трех стран, на самом деле, даже из пяти, которые нами признаны на Кавказе, нашими соседями, это Южная Осетия, это Абхазия, это Грузия, это Азербайджан и это Армения. На самом деле, Армения традиционный и официальный союзник Российской Федерации, который одновременно участвует во всех российских интеграционных объединениях. Это задает формат российско-армянских отношений. Они, конечно, могут претерпевать разные приливы и отливы. Они могут, как это было совсем недавно, быть как-то завязаны на необходимость узнавания. В Армении произошли события в прошлом году. Ну, фактически, то, что в Армении кто-то называет революцией, кто-то называет переворотом. Во всяком случае, власть перешла в другие руки, оппозиция стала властью. И, конечно, был период определенного узнавания. Мы с удовлетворением отмечаем, что состоялось уже шесть встреч между руководителями наших стран. Об этом сегодня еще раз вспоминали. Что на самом деле развиваются программы по экономике. Мы пытаемся наладить такой же диалог гражданских обществ. Конечно, существуют многолетние проблемы, которые нуждаются в своем разрешении. Одним из таких проблем является, безусловно, Нагорно-Карабахского регулирования. Это сложный вопрос, которым затронуты не только Россия, Армения. Ну, Армения прямым образом, ну, и Азербайджан, как мы сами понимаем. И здесь Россия выступает в качестве посредника и гаранта мирного процесса. Вот я хочу подчеркнуть роль России. Тут задавали вопрос, какая точка зрения России по этому поводу. Я могу выражать личную точку зрения, каким образом мог бы быть этот конфликт разрешен. Но я в данном случае хотел бы проявить осторожность и сказать, что есть официальная позиция Российской Федерации. Во-первых, стороны должны сами договориться. Во-вторых, безусловно, ни в коем случае нельзя прибегать к военному способу решения конфликта. Это была бы трагедия для всего региона. Кстати, Федорович, Медяров вчера в одном из интервью сказал, что армянская сторона на переговорах недавних в Братиславе предлагала план Лаврова. Что это за странное заявление? Есть ли какой-то план? Ну, это не план Затулина, а план Лаврова. Логично было бы Лаврову задавать вопрос, какой у него план. Вот, я в данном случае не хочу комментировать то, что мне в данном случае никто не предлагал комментировать, выступать от имени Лаврова. Я, моя фамилия Затулин, у меня своя, может быть, не столько... У вас есть какая-то информация, о чем стороны говорят на таких встречах? Ну, в течение многих лет стороны говорят, в общем, о различных формулах. И то, что, например, меня беспокоило, это то, что в определенный момент, это было несколько лет назад, возникло впечатление в Казани, вы знаете, что вы близки к договоренности. Но потом вот эта резьба процесса оказалась сорвана. Она оказалась сорвана, и более того, в 2016 году, как мы все знаем, была военная провокация, военные действия. Я, в отличие от многих, не хотел бы кривить душой. Эта инициатива принадлежала Азербайджану. Он заинтересован в разрушении сегодняшнего статус-кво в зоне конфликта. И он бесконечно много говорит о необходимости решить этот проблему любым образом, в том числе и военным. И говорит об этом, и угрожает, и так далее. Я считаю, что это не приближает нас к миру, как и всякие другие заявления, которые делаются. Поэтому наша функция в данном случае, российская, заключается в том, чтобы терпеливо и настойчиво добиваться того, чтобы стоянно договаривались, но не применяли при этом военную силу. А формулы, планы и так далее, это оставим их авторам. Пускай авторы говорят от своего имени. А то, не дай бог, мы исказим их точку зрения, они потом будут обижаться. Если говорить о заседании клуба, как вы считаете, какие еще темы важно поднимать здесь? Сегодня или вообще? Ну, вы знаете, что если идти по пути, если ситуация нас каким-то образом не будет поправлять в связи с какими-то событиями, которые вынудят или заставят обратиться к какой-то особенной теме, то мы последовательно намерены обсудить вопросы культуры, развития языков, национальных культур, пригласить сюда кинематографистов. Тем более, что, вы знаете, в совет клуба входит один из таких кинематографистов, всем известным и в России, и в Армении, Карен Шахназаров. Он, кстати, к сожалению, не смог принять участие, у него другая командировка, но он собирался вообще быть здесь. И есть масса подобного рода вопросов, особенно характерных для взаимодействия между Россией и Арменией, потому что веками наши культуры очень тесно переплетались, и есть поле контакта, которое надо продолжать сохранять.